Здравствуйте, уважаемые садовод-огородники! Здравствуйте, уважаемые посетители канала Иванова Наука! В преддверии Нового года очень здорово создать для себя и для тех, кто рядом, хорошее новогоднее настоящее настроение. Конечно, по щелчку пальцев, по волшебной палочке взмаху настроения не создашь, но, однако, есть замечательный способ, который совершенно не стоит сбрасывать со счетов, который влияет на наш организм очень позитивно и очень положительно, и благодаря ему вполне можно создать себе замечательное новогоднее и рождественское настроение. Об аромотерапии знают, ну, наверное, буквально все. И, конечно, те или иные ароматы по-разному воздействуют на наш организм. Кого-то усыпляют ароматы лаванды и мелисы, кто-то бодрится от запаха кофе, ну, а для меня новогоднее настроение – это прежде всего запах ели и запах мандарина. Вот на основе, но также и с другими ингредиентами мы будем делать с вами особый, натуральный, на 100% натуральный ароматизатор для помещения. И, конечно, кто-то скажет, ну, какая проблема, возьми горячей воды, капни туда эфирное масло из магазина. Еще проще взять салфетку бумажную, тоже на нее накапать масло и развесить, разложить где-то по дому. Вот тебе будет и аромат елки, и аромат пихты, и аромат апельсина, и чего хочешь. Но в том методе, который я предлагаю, есть очень большое преимущество. И вот сейчас рецепт, а потом расскажу о преимуществе. Для того, чтобы сделать ароматизатор для новогоднего рождественского настроения, я беру вот такую пол-литровую баночку, и в эту пол-литровую баночку чищу один мандаринчик. Кроме этого, беру буквально несколько веточек ели, самые обыкновенные. Но вы также можете взять и ель колючую. Ну вот на самом деле у меня необыкновенная, у меня колючая ель. И вы можете взять сосну, и вы можете взять можжевельник, и вы можете взять тую. Ну буквально любые хвойные, которые вам нравятся. Хвойные растения, запах, который вам нравится или который у вас есть под боком. И просто ножничками, ну такие по сантиметру, небольшого размера, вот такие вот веточки в эту банку к мандаринам уложить. Ну вот, это мой запах из моего детства, мандарины и ель. Ну конечно, современные возможности предоставляют более широкие возможности для ароматерапии. Вот мне еще очень так ассоциируется с Рождеством, с Новым годом, еще запах корицы. Возьмите палочку корицы небольшой или кассии, все равно, что вам достанется. Но у меня палочки нету, поэтому я возьму немножечко порошка. Буквально, ну буквально пол чайной ложечки, не больше этого порошочка. Следующий компонент, который также очень хорошо подходит для новогоднего и рождественского ароматизатора, это гвоздика. Мы о ней недавно говорили, и вот аромотерапевтические действия гвоздики являются не менее важными, чем какие-нибудь антисептические. Ну я беру буквально десяток бутончиков, это чайная ложечка на пол-литровую банку. И еще один компонент, который мне очень нравится, это ванилин. Вы можете взять ванильный сахар, ну а я беру ванилин кристаллический. Вот у меня здесь пакетики 2 грамма, поэтому половину пакетика, 1 грамм, я использую для моего ароматизатора. Вполне возможно, допустимо и хорошо сюда положить и апельсин, и лимон, можно не корочку, можно цедру натереть, ну так сказать, для гурманов, да, для перфекционистов. Также сюда звездочку бадьяна хорошо положить, но не увлекайтесь слишком богатым букетом и избегайте пряностей, которые мы традиционно используем для мяса и рыбы. Ну, например, тмин, кориандр, душистый перец, лавровый лист, ну вот такого плана ароматы. Почему? Потому что вот по своему опыту, скажу вам, вам будет постоянно хотеться есть. Они очень возбуждают аппетит. Не столько действуют на нервную систему с точки зрения радостного настроения эндорфинов, сколько возбуждают аппетит. Ну, как-то излишне тоже не хочется. И всё это добро мы заливаем самым обыкновенным кипятком. Ну, не совсем уже таким остро кипящим, но такой водой основательно тёплой, чтобы она парила. Ну, вот видите, я руками держу спокойно. Правда, микробиологи всегда держат горячее спокойно руками, потому что за жизнь привыкают хватать горячие флаконы с питательной средой. Но всё же это просто означает, что вода не должна быть кипящей. Она просто должна как следует парить. И ставите вот это, оно даже красиво, вот даже красиво. И ставите в открытом виде, естественно, потому что все ароматические вещества должны попадать в воздух. Куда-то там, на подоконник, на шкаф, на батарее, ну, куда захотите, где посчитаете уместным у себя в квартире поставить эту замечательную такую смесь. Чем же она лучше, чем взять, купить эфирные масла в магазине и тоже составить какую-то композицию? Ну, вот с моей точки зрения это лучше по той причине, что когда всё это остынет, вы можете на завтра поставить это в микроволновку, опять подогреть до состояния парения и снова поставить у вас 3-4 дня. Вот эта вот баночка такая, ароматизатор домашний, будет замечательно работать. После этого отцедите жидкость, которая у вас здесь получилась, разбавьте её в 5 раз и полейте свои домашние цветочки. Вы можете их полить, вы можете их опрыскать. Это замечательный способ поддержать ваши растения в стрессовых условиях зимы. В том числе этот раствор замечательно отгонит чёрных мушек и других нежелательных гостей в комнатных растениях и даже в рассаде. Ну, для рассады сейчас в основном-то рановато, но в целом вот этот вот состав является весьма и весьма благотворным и для растений тоже. Что ж, создавайте себе настроение, не унывайте, встретьте Новый год как следует. Все проблемы оставьте на потом, пусть они уже, всё, что не решится в этом году, пусть решится уже в следующем году. А сейчас постарайтесь расслабиться и как следует радостно встретить Новый год. На этом я прощаюсь с вами, до скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok